Всем привет, дорогие друзья! На ютубе уже имеется порядка пяти или даже семи русскоязычных обзоров на бокс-мод Battlestar на 200 ватт от компании Smond. Ну, практически, к сожалению, даже так получается, что ни в одном из этих обзоров немого прямого сравнения с, так скажем, его прародителем, то есть RX 2.3. Ну, не секрет, что черпали вдохновение именно вот с этого бокс-мода, по сути, это так называемый клон, в общем-то. В этом видео, дабы оно не было проходным, я изначально сравнил эти два бокс-мода между собой, сравним их по весу, по размерам, обязательно крышку посмотрим. Затем я выскажу свое мнение отдельно сначала по корпусу данного бокс-мода, затем уже по плате, ну и затем мы в конце видео разберем данный бокс-мод Battlestar 200 ватт, посмотрим на плату. Хочу сразу сказать, что я этот мод уже, по сути, заранее разобрал, то есть записал отдельно, без озвучки, просто тот момент, как я его разбираю. Ну и, в принципе, там ничего такого интересного нету. Вот здесь вот имеется четыре винтика, я просто раскрутил все винтики, затем буквально вот потянул за ленточку, вот этот отсек, он спокойно выходит, то есть вместе с коннектором, вместе с micro-USB портом, получается, вся вот эта часть выходит, там будет видна сама плата. Для начала мы рассмотрим коробку, мне очень сильно нравится, как компания SMOUND упаковывает свои девайсы, у меня на обзоре был уже Mobula на 25 мм, бак также будет Knight V2, это такой стик. И все эти девайсы идут в такой хорошей, плотненькой картонной коробочке, то есть во время транспортировки ничего с ней не случится. В общем, за такую вот упаковочку компания SMOUND RESPECT. Спереди название производителя, название самому боксмода, указано здесь такой девиз, такой слоган, то есть у нас боксмод будет маленьким, компактным, эргономичным. Действительно, так получается, очень маленький модик, забегая вперед, скажу, что он немножко даже меньше, нежели RX2-3. Ну и здесь у нас по краям ничего интересного нет, кроме того, что здесь вот указаны три варианта расцветки, кому интересно, выведу на экран, можно будет поставить на паузу, рассмотреть. Официальный сайт компании SMOUND, здесь сертификаты, то, что мод может работать не только на режиме варивата, есть профили TCR, есть нержавейка, никель. Работает он у двух аккумуляторов 18650, магнитная задняя крышка, ну и интелляционное отверстие. Здесь находился сам боксмод, также в комплекте имеется различная макулатура, здесь вот такая вот карта, она на английском и на китайском языках. Здесь вот, кому интересно, опять-таки, можно будет поставить на паузу, я не буду заострять внимание на характеристиках. Ну и также может показаться то, что вроде бы на этом вся комплектация закончилась, но нет, здесь есть такая вот коробочка. Внутри которой мы найдем очень интересную такую позицию, здесь имеется 4 запасных магнита, это запасные магниты для крышки. То есть, если у нас, к примеру, вот эти магниты отклеились, либо вы их потеряли, куда-то под стол они закатились, то при желании можно будет воспользоваться запасными, посадить на клей. И, в общем-то, респект компании SMOUNT за такую интересную особенность. Ну и по традиции в комплекте самый обыкновенный кабель microUSB на USB, он в данном случае будет использоваться для подзарядки боксмода. Мод работает, кстати, в режиме постро, об этом чуть позже. Ну и давайте начнем с веса. Весит он без аккумуляторов 137,5 грамма. Ставим два аккумулятора 18650, 225,1. То есть, 225,1 с аккумуляторами, 137,3, 137,5. Если мы поставим сюда RX-23, он немножко тяжелее. И добавляем также два аккумулятора. То есть, как видим, RX-23 немножко тяжелее будет. Дальше давайте посмотрим по размерам, по высоте. Но если вот так вот их поставить вместе, то, конечно же, видно, что RX-23 он немножко выше. Но я бы не сказал, что это плюс вот этого мода. Почему? Потому что RX-23 у нас имеет возможность смены режима двух аккумуляторов на режим трех аккумуляторов. Здесь такой возможности нет. Именно из-за этого момента этот мод получается ниже. Что же касается толщины и ширины, то, как по мне, эти два боксмода абсолютно одинаковые. То есть, чисто визуальные по ширине и по толщине они абсолютно одинаковые. По высоте RX-23 будет 89 миллиметров. И Battlestar на 200 Вт будет 83,6. Касаемо крышки. Боксмод Battlestar на 200 Вт имеет крышку на четырех магнитах. О крышке еще будет в дальнейшем, так скажем, разбор полетов. С одной стороны это на магнитах. Это удобно, это хорошо. Просто взяли, потянули на себя. Ну, там есть один такой неприятный для меня момент. Здесь же в RX-23 крышка совершенно по-другому реализована. То есть, снизу вот такая вот кнопочка. Мы нажали, крышка откидывается. Ну, она держится на вот таких вот металлических крючках. То есть, чтобы ее закрыть, нужно сперва здесь попасть в такие специальные пазы. Затем надавить здесь и затем уже... Вот у меня сейчас ленточка здесь. Давайте уберем ленточку. То есть, я надавил сверху и затем я надавил снизу. Только тогда крышка закрывается. В принципе, если честно, я не вижу никакой абсолютно разницы, что на магнитах, что так мне комфортно в обоих случаях. Дальше, если мы посмотрим сверху, здесь имеется гравировочка. Здесь ничего нет. Коннекторы, как по мне, они, в принципе, абсолютно одинаковые. То есть, в обоих случаях это 510 резьба, 510 коннектор и два латунных подпружиненных пина. Если посмотреть сбоку, здесь вот такие вот сдвоенные отверстия для вывода газов. Здесь они как бы по одному отверстию вверху, по одному отверстию снизу. Здесь на крышке ничего нет. Здесь на крышке 4 отверстия вывода газов и вот такая вот выемка, за счет которой удобно отцепляться. Снизу здесь имеется кнопочка, здесь имеются такие вот отверстия. Здесь 4 точки, 4 такие прорези. И, в принципе, на этом все. Ну и на лицевой панели, во-первых, кнопочки Fire, они абсолютно одинаковые по размерам. Вот здесь более такая кликающая, более приятная по нажатию, более мягкий, такой более мягкий щелчок. Здесь такой более резкий. Кнопочки плюс и минус. Здесь они такие вот, как бы, сам пластик такой более глянцевый. То есть, у кого был RX-75, то есть, вот кнопки они абсолютно одинаковые. Здесь такая более матовая обработка, матовая такая вот покраска. Тоже, опять-таки, здесь более плавное нажатие. Здесь более резкое. Такой более резкий характерный щелчок. Здесь порт microUSB находится практически самым внизу. Мы касаемо экранов мало кто говорил. То есть, здесь экран он очень такой большой. Это измененная уже версия. Обновленная. Здесь экран он маленький, как в первом Wismic. Как она называлась, я не помню, просто Wismic 200, по-моему. Что я еще могу сказать касаемо сравнения? Могу сказать то, что у них крышки абсолютно одинаковые по обработке. То есть, вот я по тактильным ощущениям не вижу абсолютно никаких отличий. Здесь вот эта часть, она уже по обработке другая. То есть, она как бы более матовая. И здесь во многом тоже эта обработка схожа на этом бокс-моде. То есть, ну, практически по тактильным ощущениям они практически один в один. Вот таким вот образом выглядят две крышки. Здесь такие вот крючки используются. Также здесь есть специальные дополнительные вот эти контакты. То есть, бокс-мод RX23, если мы ставим сюда аккумуляторы, ну, давайте сразу поставим. То есть, первый мы ставим минусом вверх и второй плюсом вверх. Здесь то же самое. То есть, первый минусом вверх и второй плюсом вверх. Как мы видим, RX23 не работает. Здесь имеются специальные дополнительные такие контакты. И данный бокс-мод, он заработает только после того, как мы подсоединим крышку и вот эти контакты соприкоснутся. Как мы видим, мод работает. Ну, давайте я сперва покажу сам батарейный отсек. Четыре магнита на самом бокс-моде, четыре на крышке. Точно так же вставляется первый аккумулятор минусом вверх и второй аккумулятор плюсом вверх. Четыре винтика, которые удерживают вот этот весь пластиковый отсек. Контакты подпружинены. Очень приятно. Здесь они подпружинены, действительно. И ход у них действительно мягкий. То есть, не как в том моде, который я недавно обозревал. Не помню название. На дына платья. Там магниты были так себе и у меня по итогу такая вот ситуация с оплёточкой случилась. Покоцало мне всю, покоцало мне этот бокс-мод всю оплётку. Как раз-таки за счёт вот этих вот латунных контактов. Ну и здесь ровным счётом противоположная ситуация. То есть, я установил сюда аккумуляторы и бокс-мод уже работает. То есть, нету здесь вот этих дополнительных контактов. И без крышки бокс-мод будет работать в отличии от RX 2.3. Сначала итоги будут по корпусу, а затем мы переместимся плавно к самой плате. Оценку я поставлю ему 4 с плюсом. Нормальный коннектор. Накружил сюда штук 10 дрибок, штук 10 баков. Всё накрутилось за под лицо. Никаких зазоров не заметил. Ничего здесь не болталось, не шаталось. Касаемо лицевой панели. Кнопочка Fire. Кнопочки плюс и минус. Micro USB. Кстати, возможно, зарядка во время парения. То есть, режим пастру. Всё здесь работает более-менее адекватно. У меня есть лишь две претензии. Первая претензия это то, что... Болтается вот таким вот образом у него кнопочки. Ну и вторая претензия. Это вообще буквально на любителя. Я когда снимаю крышку, она цепляет за собой аккумуляторы. Это происходит не всегда, но это для меня неприятный момент. Иногда было так даже то, что аккумуляторы вылетали с лент за крышкой. В общем... Хотя, в принципе, это такой спорный даже не минус. Просто такая будет... Такой вот момент, чтобы вы знали. Даже не придирка. Потому что, когда мы снимаем крышку, мы всё равно, да, теоретически мы будем снимать аккумуляторы и ставить их на зарядку. Ну, такой вот момент присутствует здесь. То, что крышка, она за собой как бы цепляет аккумуляторы. Далее давайте посмотрим, как ведёт себя плата бокс-мода при подключении micro USB кабеля. То есть, я подключаю micro USB кабель. И вот у нас идёт индикация заряда аккумулятора. Меня спрашивает, плата новый или коил. Поставим новый. Как видим, возможно парение во время зарядки. То есть, режим по астраду. Далее давайте вкратце рассмотрим плату данного бокс-мода. Почему вкратце? Ну, потому что особо здесь как таковых настройок нет. То есть, пятикратное нажатие мы её выключаем. Пятикратным нажатием включаем наш бокс-монт. Вот такая вот анимация. Давайте приблизим, да мы убрать мерцание. Здесь нам привычная информация. Заряд аккумулятора. Также здесь мы видим режим, который у нас выставлен. Мощность, сопротивление и напряжение. Нажимая одновременно кнопочки плюс и минус, мы переворачиваем наш дисплей вот таким вот образом. Если же нажимаем Fire и кнопочку плюс одновременно, то у нас происходит такая вот инвертация цвета. То есть, сами символы в данный момент у нас чёрненьким горят. И подсветка такая вот светлая. Если нажимаем ещё раз, то всё ровным счётом наоборот. То есть, чёрный фон и светленькие такие цифры. Если мы нажмём на кнопку Fire ровно три раза. Кстати, вот я заметил, не всегда срабатывает эта функция с первого нажатия. Да, то у нас здесь есть режим варивата, режим никеля. Дальше идёт режим на титане, на нержавейке, ну и также на нихроме. Также имеются пресеты TCR-M1, M2, M3. Это пресеты, ну я думаю, вы знаете, пресеты для выставления вашего коэффициента. Давайте, к примеру, зайдём в режим никеля. То есть, здесь мы можем выставить нужную нам мощность. Точнее, сперва это температура, то есть от 200 градусов по Фаренгейту до 600 градусов. Также от 100 градусов по Цельсию до 300 градусов по Цельсию. В общем, нажимаем в этом режиме кнопочку Fire и кнопочку Plus. И у нас местами меняется наша температура с нашей мощностью. Здесь мы, соответственно, меняем мощность. Переключается по 0,1 Вт. То есть, если зажимаем мы вот эту кнопочку Minus или кнопочку Plus, то мощность переключается гораздо быстрее. То есть, она пролистывается. Учитывая, что модно 200 Вт, хотелось бы, чтобы это всё дело пролистывалось немножко побыстрее. Ну что же, друзья, пришло подвести время итоги. Касаемо данного буксмода у меня уже идёт 30-ая, по сути, минута съёмки. То есть, сам черного материала у меня обычно всегда намного дольше по времени, нежели итоговое видео. И чтобы не затягивать, вкратце могу сказать, что я пробовал как режим Варивата, так и режим Никеля. Остальную проблышку не смог найти для теста. В принципе, я думаю, особо это не так важно в данном случае. Касаемо режима Варивата, я могу сказать, что мне, как и многим другим обзорщикам, мне понравилось то, что довольно медленно здесь разогревается намотки. То есть, в таком вот моде, например, как Wismac RX-23 или какие-то моды от компании Joy-Tec, можно настроить преднагрев. Здесь, к сожалению, такой функции нету, поэтому приходится удовольствоваться тем, что есть. Как по мне, это совершенно вообще по плате, если сравнивать. Да, это не конкурент вот этому Wismac RX-23. Если зайдём на GearBest, там стоимость этого буксмода составляет 44 бакса. То есть, ну, как по мне, я не понимаю. Вот если честно, смысл покупки данного буксмода, когда есть народный Wismac RX-23 с кучей настроек, с прошивками. Я могу сказать, что если у вас есть 40 баксов, однозначно стоит приобретать Wismac RX-23. Если этот мод стоил бы немножко дешевле, то, я думаю, был бы другой разговор, было бы о чём поговорить. А так я лично не вижу смысла. То есть, касаемо корпуса, да, весьма неплохо всё склонировали. Очень неплохое качество. Как таковых претензий нету. Если же говорить о плате, то плата здесь такая вот, ну, типичный такой середнячок. С одной стороны, нет здесь каких-то провалов в парении. Каких-то таких вот критических моментов по самой плате. С другой стороны, Wismac это куча настроек. Это привычная всем плата. Это прошивки. Однозначно, в этом плане, Wismac RX-23 превзойдёт своего конкурента. Ну и также я не сказал касаемо тестирования на никеле. У меня никаких, как таковых, претензий по парению на никеле нету. Букс-мод работает. Букс-мод работает более-менее адекватно. Букс-мод работает. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Пока-пока!